Всем привет! В этом видео расскажу вам про правильное применение жидкого металла как термоинтерфейса, а также развея некоторые мифы про него. Начну с того, что жидкий металл, который применяется в компьютерной технике для улучшения теплопроводности, не ртуть, про которую вы знаете из школьного курса физики или химии, а смесь безвредных для человека металлов таких как галлий, индий, родий, серебро, цинк, олова и некоторых других. Хоть жидкий металл и имеет теплопроводность в десятки раз лучше, чем топовые термопасты, но сложности, которые связаны с его применением и дальнейшей эксплуатацией, а также мифы, ничего не имеющие общего с реальностью, мешают его массовому применению. Первый миф – это жидкий металл въедается в металлическую поверхность кулера и разрушает ее. 99,9% кулеров выполнены из алюминия или меди, или их комбинаций, а также очень часто встречается вариант, когда медная теплосъемная пластина или весь медный кулер покрыт никелем. Так вот, в инструкциях к жидкому металлу четко сказано, что нельзя жидкий металл применять с алюминиевыми кулерами, так как жидкий металл вступает в реакцию с алюминием и как результат происходит деформация зоны соприкосновения. С медью, особенно с никелированными поверхностями, жидкий металл не вступает в реакцию, а просто покрывает их тонким слоем. Так что исключив алюминиевый радиатор из применения, можно точно утверждать, что жидкий металл не въедается поверхность кулеров, с которыми его можно применять. Второй миф – поверхности, между которыми находится жидкий металл, прикипают друг к другу. Производители жидких металлов утверждают, что в течении первых 48 часов жидкий металл затвердевает, в результате чего его эффективность возрастает, так как в твердом виде его теплопроводность увеличивается. Но на самом деле это утверждение только отчасти правда, так как жидкий металл действительно затвердевает, но только в тех местах, где расстояние между поверхностями не более четверти миллиметра. Там же, где расстояние полмиллиметра и больше, в лучшем случае затвердевает только очень тонкий слой. А остальная часть жидкого металла остается в жидком состоянии и только через очень большой промежуток времени, который счисляется годом, а то и более, он затвердевает. Третий миф – жидкий металл взаимодействует с кристаллом процессора или процессорной подложкой. Это утверждение является полным бредом, так как для того, чтобы жидкий металл хоть как-то подействовал на кремний, а именно из него и сделан кристалл из стеклотекстолит, на котором он размещен, необходима температура выше 1000 градусов, чего конечно же в компьютерной технике не бывает. Прикипеть кристалл жидкий металл тоже не может, так как это разные по структуре материалы. Теперь поговорим про применение. Первый вариант – это применение жидкого металла под крышкой процессора, где Intel или AMD вместо припоя намазывают сомнительного качества пасту. Подробно рассказывать, как заменить эту пасту на жидкий металл я сейчас не буду, так как уже сделал два видео на эту тему. Скажу только то, что разница в температурах под нагрузкой достигает 20-25 градусов Цельсия. Такая разница позволит вам или значительно уменьшить обороты кулера, для более тихой работы компьютера, или разгнать процессор и получить 10, а то и более процентов к производительности. Второй вариант – это применение жидкого металла не только под крышкой процессора, но и на крышке вместо термопасты. И сразу скажу, что я не рекомендую использовать жидкий металл на крышке, так как во время нанесения или после установки кулера на процессор, излишки жидкого металла скатятся с крышки и с большой вероятностью попадут в сокет или куда-то на материнскую плату, и как результат произойдет замыкание. Если вы все же захотите использовать жидкий металл как термоинтерфейс между крышкой и кулером, то настоятельно рекомендую использовать компьютер в горизонтальной плоскости, чтобы излишки жидкого металла не катались у вас по всему корпусу. Если у вас под крышкой уже нанесен жидкий металл, то использование жидкого металла на процессорной крышке даст вам выигрыш против топовых термопаст только 2-3 градуса Цельсия, что никак не сопряжено с теми проблемами и сложностями с которыми вы столкнетесь. Как я уже говорил ранее, жидкий металл прикипает к металлическим поверхностям. И если вам по какой-то причине понадобится демонтировать кулер с процессора, то помимо возможной проблемы при демонтаже, вы еще и должны будете избавиться от застывшего жидкого металла с поверхностей кулера и крышки процессора. И если зашкуривание поверхности кулера не проблема, то зашкуривание процессорной крышки приведет к частичной или полной потере лазерной маркировки. Третий вариант это применение жидкого металла вместо термопастов в видеокартах. Здесь разница более скромная чем в первом варианте и составляет примерно 6-10 градусов Цельсия, что все равно является значительным результатом. Но нужно помнить, что необходимо соблюдать максимальную осторожность при использовании жидкого металла, а сам процесс нанесения напоминает процедуру скальпирования процессоров сокета 2066. Также необходимо покрывать SMD элементы лаком или чем-то подобным во избежание попадания на них жидкого металла. И напоследок поговорим про выбор жидкого металла. На данный момент жидкий металл широко субстранен только от двух брендов, это Cool Laboratory и Thermal Grizzly. Если вы смотрели первую часть моего сравнения термопаст, то знайте, что топовая паста Cryonat от Thermal Grizzly уступила пастам от Noctua и Arctic 3 градуса. Такая же история приключилась и с жидким металлом, где продукция от Thermal Grizzly уступила примерно 2.5 градуса Цельсия продукции от Cool Laboratory. Подробно про то, как я тестирую и почему моим тестам стоит доверять смотрите в видео, которое я упомянул. Ну а на этом у меня все, до новых встреч.